На протяжении многих лет Плёс притягивает художников, поэтов и писателей из разных уголков страны. Он дарит им возможность насладиться красотой русской глубинки и творить без границ. Чтобы мастерам кисти и слова было комфортнее работать при любых погодных условиях, в Плёсе создали Левитан Холл. Этот зал очень интересен, он востребован, он оснащен самым современным оборудованием. Здесь могут проходить концерты, фестивали, великолепная акустика. Очень уютный зал и модульное оборудование, которое может выставляться, перемещаться. То есть он может быть приспособлен практически для любого мероприятия. Город давно нуждался в специальной выставочной площадке. Экспозиции, концерты и фестивали проводились в разных и порой не совсем подходящих условиях. В этом здании люди искусства, наконец, смогут обрести настоящий дом. Мы долго думали, что с ним сделать, поскольку находится здание на первой линии. И приняли решение сделать вот такой культурный Левитановский центр. Потому что именно такого центра не хватает Плёсу для проведения выставок, различных семинаров, конференций. То, что очень важно и будет востребовано. Здание не новое, его пришлось отреставрировать. В начале прошлого века в нем располагался городской приют. В советские годы школа и детский дом. В последнее время оно принадлежало Плёскому музею-заповеднику. Реконструкция сохранила архитектуру здания. Изменения произошли внутри. Зал стал многофункциональным. Конечно, возможностей бюджетных у нас не было. И тратить на это бюджетные средства, во всяком случае, в прошедшие два года, для нас не представлялось возможным. И нас выручил фонд ДАР. Это фонд региональных некоммерческих проектов. Открытие Левитан-Холла – событие для Плёса довольно значимое. Поздравить город с такими переменами приехала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Она осмотрела выставку работ юных художников «Волжские мотивы» и преподнесла в дар новому дворцу творчества фотоработу, выполненную Дмитрием Медведевым. Мне сегодня отрадно было услышать, как сказала одна юная художница, я сегодня счастлива, что была в этих местах, где был поэт русского пейзажа. Красиво сказано, не правда ли? Торжественное открытие Левитан-Холла завершилось праздничным концертом молодых исполнителей и музыкантов Ивановской области.